Всем привет! Меня зовут Николай Алексеев, с вами снова с Настей. Здрасте! В этом выпуске расскажем, что было интересного на выставке Охота и рыболовца на Руси 2023 года. Погнали! Наконец-то выставки начали приходить в себя, и в этом году реально очень большая выставка по сравнению с последними двумя годами. Три зала, техника, водомоторная, рыбалка, одежда, экипировка, всякая фигня, короче, много сегодня. И даже мы с своим стендом впервые за почти 6 лет существования проекта. Надо продать прикормку? Легко! Давайте! Что? Что надо? Это типа микрофон? Ты в курсе, что мы? Да, он мне подсказывает, что мы на лучшем стенде на этой выставке. Но это неправда, потому что это не просто лучший стенд, это лучшее место вообще. А что красит человека? Место, точнее. Человек. Я, собственно, приехал сюда, чтобы увидеть этого человека. Я так давно его не видел, хотя вроде бы мы там что-то вместе когда-то снимались. Да, было дело, да. Даже выпускаем совместный продукт. Да, да, вот сзади большой. Иногда даже ругаемся там переписки, вот вы не знаете, а мы там ругаемся. Выходим из чата. Ну, на самом деле, на самом деле. Кто-то выходит из чата потом. Да, я приехал, чтобы его просто поддержать. Вот, это раз. А во-вторых, представить нашу народную серию. Вот там она, фотография. Ты же рассказал о народной серии? Ее напечатали, конечно, не так красиво, как там фотография. Она примерно так же выглядит ужасно, как эта. Ну, не потому что здесь твое лицо, а как бы напечатано, видишь, серенько. Но эта народная серия будет еще бюджетнее, чем вот эта. То есть, эта хорошая, а та хуже. А что вам еще рассказать? Вот и вся правда про прикормку с Настей Здрасте. Но говорят, ее делает Миненко. Вот здесь, внизу написано, нас засунули в подвал. Я не сказал, конечно, в желтую. А как бы в подвал. Знаешь, как сегодня подписчик написал? Я думал, это дно, но вы снизу постучались. Вот так должна была выглядеть прикормка. Возможно, второй раз, когда мы будем допечатывать, нам пообещали, что будет еще красивее, чем здесь. А так будет просто серенько-бледненько. Ну, народная прикормка. Должно быть красивее, потому что все-таки это крупный размер. Должно быть красивее? Да. Нет, я тебе хочу сказать, что... А вот это вот смотри. Причем это каждая рыбка лично поймана мной. Да? Да. И практически вся география Российской Федерации. Вот смотри. А ну расскажи. Красноперка. Ленинградская область. Ленинградская? Ленинградская область, граница с... Смотри. Форель. Какая форель? Форель. Где-то форель была тут. Тут еще не было форели. Вот это рот форели, а на самом деле это платва. Но была здесь форель. Куполе он не ихтиолог, как бы не обращайте внимание. Нет, здесь была форель первоначальная. Все нормально все. Обращайте внимание. Платва, Ярославская область. Караси, Краснодарский край. Краснодарский. Да. Карпы, Ярославская область. Да. Ленинградская область. В смысле, где вся Россия? Ярославская, Ярославская, Ярославская. Откуда? Астрахань, да? Карась Астрахань, значит. А где Кубань? То есть смотри, от юга почти до севера. Ну короче, у них из географии все плохо. Не только с их теологией, еще и с географией. Поэтому не обращайте внимание, Сирия народная. Но надо сказать, что самые офигенные, конечно, хлебушки и чеснок с креном останется в классике. Да. А там будет просто полная дичь. Да. Но это будет ловить рыбу не хуже, чем, не побоюсь этого слова, сенсас. Да. То есть это сенсас на минималках будет? Не на минималках, это сенсас на минималках, а мы всегда на максималках. Выставка в этом году большая, мы вам все не покажем. Решили пойти по пути меньшего сопротивления. Самые большие стенды будем выбирать и на них просто заходить. Две большие вывески. Остальные, но уже по обстоятельствам. Мы находимся на стенде компании Волжанка. Олег Молодцов, бренд-менеджер. Рассказывай какую-нибудь самую крутую новинку в этом году. Самую крутую. Самая крутая новинка – это карповые катушки. Вот эти. Новая карповая катушка, металлический корпус, пластиковый ротор. 620 грамм весит, мотает метр за оборот. Из новшеств. Как в Shimano стоит система X-Ship, то есть ведомая ведущая шестерня зажата между четырьмя шарикоподшипниками. Разборный кноп. В комплекте их два. Есть деревянный для особо фетишистов карпятников. И вот такой вот пластиковый. Кноп разборный, собственно говоря, меняется. Фрикцион. Есть медленный фрикцион. Есть в комплекте набор быстрых фрикционных дисков. То есть все, что нужно карпятникам, все есть. А денег-то сколько? Денег тысяч семь с половиной. В розницу же в магазины? Да, да, да. Нормальная цена, да, Мишань? Надо брать. Всем карпятникам. А как называется? Я прослушаю. Называется она Карп Хаммер. Семь с половиной тысяч рублей в розницу. Ищите в магазинах, да? Ну, она выехала к нам в конце месяца. Ищите в магазинах. Апреля? Да. А сейчас март. Это Ребус. Март, март. Конец марта, начало апреля. Вопрос от подписчика. Как у вас так быстро все ездит? Ну, смазываем колеса, чтобы крутились быстрее. А за сколько месяцев приходят из Китая катушки? После заказа? Один. За месяц? Нет. Ну, заказ делается несколько месяцев. От месяца до двух едет примерно месяц. А почему тогда вот на самый популярный фидер Волжанка Optima его никогда нет в наличии? А потому что завод не может сделать еще больше. Понял. Так что не ловите на Волжанку Optima, тогда они будут в магазинах. Тогда они будут в наличии, точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или держать просто посередине? Хотя смешная штучка. Может сюда какую-нибудь эту махнатку повесить? Нет у вас ничего? Прием. Махнатку не надо. Прием, прием. Поехали, да? Мы находимся на стенде компании ХСН. Они, как всегда, на каждую выставку, как на праздник с новыми новинками. Евгения, что у нас в этот раз? Привет, привет. В этот раз очередная новинка из серии Rescue. Костюм-поплавок. Это уже Rescue 5. Наконец-то мы дождались. Но посмотри, какой он. В модных оттенках. Молодцы. Вы все больше стремитесь к городскому стилю, чтобы можно и на работу было ходить в костюмах, да? Я считаю, что получилось очень яркий, вызывающий, броский, стильный. Куда вызывающий? На рыбалку. Да. Есть какие-то конструктивные изменения у вас? Конструктивные есть. Мы придумали такую вещь. Входит в комплект так называемый подпопник. Пенка. Ножопник. Да. Он идет в комплекте. Он пристегивается к полукомбинезону. То есть его можно надеть, можно не надеть. Вот. Очень удобная вещь. Вот сзади будет мягко вам и тепло. Такие вот. Мы обновили наши наколенники. Сделали их. Раньше была обычная пенка. Сейчас мы сделали из ЭВА. Такие вот хорошие, доброты наколенники. Они также у нас съемные. Усилили колено специальной пленкой в зоне колена и внизу. То есть это... Чтобы не стиралось? Да. Влагозащитная, грязезащитная пленка. Плюс она термоустойчивая. И не треснет. Ничего с ней не случится. Мембрана. Мембрана здесь уже повыше показателей. 15 тысяч на 10 тысяч. То есть именно водонепроницаемость, грязеотталкивающие свойства, они увеличились. То есть мы их повысили. Мы наши костюмы зимние комплектуем очень такими классными вещами. Посмотри. Это так называемые. Знаешь, как это называется? Ворчатки. Да я их так назвал. Ворчатки. Ну, я так как девушка называю их митинги. Мне очень нравится это название. Да. Смотри, какая классная вещь. Они входят в комплект. Теперь в каждом зимнем костюме вот такая вот прелесть она есть. Это очень удобно. То есть пальчики свободны. Вы можете делать все что угодно. Шапка есть? Шапка входит в комплект. Вот такая вот шапка. И полотенце, да? И полотенце, которое пристегивается к ноге. Для того, чтобы вы могли протирать свои руки. И сколько такой вот новый модный молодежный эргономичный костюм стоит от российского производителя теперь на рынке? Сколько стоит? Я не буду тебя обманывать. Мы пока его не продаем в рознице. А еще нет, да? Да, это пока новинка. Пока мы только показываем вам, улучшаем. Но, да. Но он будет немного... Не буду тебя обманывать. Но это будет доступная цена. Очень даже. То есть бюджетная цена. Поэтому я думаю, что каждый рыбак может позволить себе вот такой вот классный, теплый, стильный костюм. И тут сразу кузьмичи сразу начали писать в комментариях, давай нам костюм за пятерку. Нет, нет, за пятерку. Ребят, за пятерку не получится. Технологии нельзя купить за пять тысяч рублей. Все. Спасибо, Женя. Спасибо большое. Что, мы сюда, да, Мишень? Смотри, нашли стенд «Живая резина». Это что значит? Она сама плавает? Или сама ловит? Мы находимся на стенде компании «Браун Перч». Мне кажется, у всех главный вопрос, почему вы называетесь «Живая резина» себе вот так вот? Почему «Живая»? Ну, потому что она живая. Ты бьешь руки, она оживает сразу же. И что делает? Что делает? Да. Плавает. Плавает, может кусить. Здесь же сухо. Нет, на самом деле, вот человек приходит, дедушка, ему надо конкретика. Почему он называетесь? Потому что она мягкая, и она очень сильно формативная. Ну, хорошо работает, поэтому «Живая». И что это дает? Дает? Да. Ну, это же дает при ловле… Она как настоящая рыбка. Только хорошо ловит, поэтому «Живая». А чем вы лучше, чем другие? Чем мы лучше? Ну, почему резину нужно именно брать вашу, а не других производителей? Там известные. Я так хочу сказать. Мы не говорим, что мы лучше. Мы говорим, что мы, ну, другие немножко. У нас другой подход. У нас другой… Мы используем силикон, мы разрабатываем форму. То есть тут… По этой теме мы лучше. Новиночка будет какая-нибудь у вас? Да. Вот. У нас в этом году вышла «Сирп». Как называется «Сирп»? «Сирта». «Сирта». «Сирп». «Сирп». Форма необычная. То есть по мне это как бас-ассассин, только с пяткой перевернутой и развернутой в плоскости. Совершенно верно. Стоить будет примерно 220 рублей. Пачка. Четыре штуки. Недорого? Ну, недорого вроде. Если будет ловить, то вообще недорого. А она будет ловить. Уже точно будет. Ну, знаете как надо? Все надо проверять. Мы проверили. Мы на слово не верим. Мы проверили. Мы находимся на стенде компании «Экогрупп». Представителя брендов «Максимус», «Алякскан», «Блексайд», «Люрмакс», «Эйкью», «Роман Мороз». Хотя сейчас весна. «Роман, весна» у нас будет сегодня встречать. Привет. Привет, Коля. Сразу, как обычно, самую крутую новинку. Что у вас? Самая крутая новинка. А ты знал у нас такую старинку под названием «Максимус Маник»? Помнишь такую вообще? У меня был кастинговый даже комплект. И как он у тебя? Он стал еще лучше. Еще лучше, да? «Маник Икс». То есть он манит «Щук», «Судаков». Он еще теперь и «Иксов» манит. Представляешь? Ну, пойдем посмотрим. Причем, кстати, там еще и «Биг Бейт» «Маник Икс» появился. До 200 грамм там, да. То есть это 200-ка, да? По-моему, да. Давайте смотреть. Вот есть спиннинг до 140-ка. Тоже манит. А это… Да, до 200. Ну, слушай, уже нравится, да. В принципе, в руку лег сразу. Ручки стали легче. Легонькая. Звонче. И прикольнее. А по надежности. А какие еще тесты есть? Там до 300 грамм. До 300? Маник. Покажи, Димуль, я не лучше понимаю. Максимус пошел по пути по наклонной, как я понял, да? То есть стали делать тоже удочки под «Биг Бейт». Рынок захотел. Мы сделали. 200-300 граммов есть уже в тесте. То есть большие приманки. Я думаю, через пару лет. До килограммчика. А там… Все хватит. А сколько розничная цена вот Манико? Икс. 20… 18600. 18600. Ну, удочка прикольная. Я думаю, что… Удочка классная, дорогая и комфортная. Найдет своего этого… Рыболова. Кажется, что граммов, ну, до 80-100. Вот так вот, по ощущениям. По ощущениям. А по факту? Да, 200, да, я видел. Да, да. А еще эко-групп сделали. Катушки теперь Максимус. Будет дополнением к спиннингам Максимус. Ну и сразу отжали катушку, проверенную временем, которую мы уже ни один десяток удочек сломали, ни одну тонну прикормки забросили. Blackside Guardian 5500FD. Хотя она вроде снимается с производства. Уже появилась новая, да? Про-версия. Появилась лучшая версия, но это еще никуда не сделано. Но это, короче, не убивается. Вот мы ей и будем удочки ломать. Еще сумочку взяли у следопыта тоже, вот такую. Как в старые добрые традиции, где-то в Питере бы мы начинали с такими же сумочками. Сюда можно все убрать и сядь. Платформу мы арендуем временно у компании «Волжанка». Сейчас ее максимально разберем и возьмем только сидушку спидана, и на ней будем, в общем-то, вставать. Музыки готов. Музыки готов. Так, он готов. Друзья, барабаны. А, а я буду... Сань, какого веса у нас? А ты сможешь залезть? Ну, я залез бы. Ну, как тебе? Ну, так, не очень источив. Не очень источив? Но все, конечно, ждут, когда ты сам как бы упадешь отсюда, реально Давайте поддержим его, что ли, аплодисментами еще раз Смотрите, как они верят в свои удилища Они положили туда шпульку Ну давай, подними шпульку Поднимешь хоть шпульку, давай Леска 0,37, плетня О, смотрите, какой изящный строй у удилища Паролка Смотрите, такой же изящный, как Николай, смотрите Первый вес, значит, кто не знает Вес пачки с Настей Здрасте 800 грамм Что, поехали, первый вес Второй вес, наверное, рановато Блин, я стою, конечно О, ну смотрите, ну мне кажется, уже как-то, представляете, от одной пачечки уже как-то Давай второй вес Второе, вот здесь уже барабанные дропы, я отойду туда, к вам поближе Даже не хочется долазить Представляете, кстати, это был шоколад с мотелой Так, внимание, сейчас уже будет опасно Кило 600 Смотрите, я думаю, что, смотрите, слепое место вот здесь, поломается здесь Нет Ой-ой-ой Давай следующий строй 2 килограмма на счет Итак Уже 2,5 килограмма здесь Да, посмотри, что творят по-русски Коля, давай Да посмотри, что происходит 6,700 6,900 700 6,700 Нам надо ее прибавлять, что-то 6,900 6,700 Вот здесь уже почти 9 килограмм прикормки Тест удилища 4,16 грамм для окунечков, вырыли, да? Для окунечков И сейчас она в прямом силе разлетается Ой, какое разочарование, не ломается спиннинг, придется еще одну 9,300 Подожди, ты же уже положил вроде Нет Нет, да? Нет Нет Друзья, как вам подолка? Как вам подолка? Это что там? 10 100 100 Плюс-минус 10 граммов Ну сделай какой-нибудь переходчик там, подпрыгни Ну, мочи уже, ладно Ах ты, смотри, поднимай Итак, друзья, это опять Николай Алексеев Со своей поролкой Запорол уже всех Вот здесь 12,600 Давай, начинай А то вдруг у тебя быстро не получится И ролик закончится на самом интересном Ну, мы верим в тебя На самом деле, мы верим в тебя Поломается уже катушка держателя где-то там Сейчас будет хруст О, какой он эквилибрист Друзья, порвалась 0,37 плетня Ну, это знак И позволяю сломать окуневый лайтовый спиннинг Паролка Настя, здрасьте Ну, ну Ну Ну, сделай веское движение какое-нибудь там, не знаю Вот слабачок, конечно Ну, что он не ломается? Прыгни уже от кольца сломать Не хочешь попробовать? Отставь Не хочу А если резко? Резко, давай, резко, пошел Все, ладно Мишаня какой-то секретный прототип достал с этим, с титановым прутом похоже Да Похоже мы не увидим, как ломается этот паролка Ваша дивизия, а? От меня столько народа отписало, я восстановлю Все Уходим Так Я, чтобы никому не мешать, присяду Давайте не будем ничего говорить Петя уже все сказал Так, рез 12, 600 У lot Давай нормально, ну что ты как этот, ты же спортзал ходишь Понял федеристы какие да? Сильные Вот эти компятники они только изображают и все Фууууууу Потому что больше 12 килограммах Они, мне кажется, даже качественнее чем при гонке odpow на сестрастью Представляешь? Я это сказал вслух, да? Вот. Поэтому еще раз поддержите меня. Я ухожу. Не смог сломать. Пойду плакать туда. А ты, разыгрывая эти удилища, ненавижу вас сам. Да. Пишем. Нашли на выстрелке, в общем, подписчика. Очень настойчиво. Очень хотел попасть к нам на YouTube-канал. Значит, он обязательно попадет. Если Миша его не вырежет, да? Тебя как зовут? Меня зовут Евгений. Женя, короче, его зовут. Так что, если очень сильно хотеть, можно попасть, но это не точно. Передаю всем привет. А мы находимся на стенде компании «Тонар». Группа компании «Тонар» Сергей Казанцев. Что нового у вас в этом году? У нас много новинок, но так как эфир у тебя не резиновый, я знаю, ты хоть всех обижай. Одна лучшая новинка. Показываю самое наше новое изделие. Это платформа под шуруповерт. Вот таким образом можно работать совершенно с любым диаметром ледобура. Как ты видишь, там вплоть до 200-го у нас. То есть это все легко. Легко, просто. И причем, в чем класс вот этой штуки? Когда лед очень толстый, можно очень-очень высоко задрать руки. Раз. Пошел, 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 пошел. Все. Что творят, да? И выдергивать хорошо. Ну скажите, да? Спина меньше. Ты же, наверное, видел, у нас два года назад была такая подобная установка, канадская, Клау. Клау или Клоу называется. Стоило 20 тысяч рублей, по-моему, и застать можно было только через ebay. Сколько у вас будет стоить? 5200 розницы. 5200, да? Нормально. Ну вот, короче, такая штука. Спрашивайте, а когда появятся продажи? Ну, можно сказать, они уже вот, начинают вот-вот заходить, потому что прототип я протестировал буквально за неделю до этого. Просверлил больше тысячи лунок. Вот. Все работает. Все хорошо. Ну, буры есть, подставка есть. Ждем шуруповерта от Тонара, что ли? Да, в ближайшее время у нас появится свой собственный шуруповерт. О, видали? Я все знал. Все. Спасибо. Только без этого, давай без слюней. Конкретно, что туда-сюда. Концепция, размеры, под что и цены. Вот и до. Давай, поехали, да? Мы находимся на стенде компании Следопыт. У них появилась какая-то сногсшибательная линейка катушек, и это прям суперновинка, да? Да, Коль, привет. Абсолютно верно ты сказал. Новая модель, новая линейка катушек в серии на Мазу, да? То есть мы обновились по любой теме ловли, будь то фидер, будь то спиннинг, там биг бейты, тяжелые приманки, легкие вещи. То есть катушки обновились как технически, так и визуально, естественно. Самое главное, что там стоит хорошая внутрянка, начинка. То есть подшипник закрытый, хороший в обойме, катушки получили бархатный ход, и мы сохранили очень хорошую цену. То есть для клиентов на витрине все это будет стоить в магазинах, да, в розничных, в районе 2,5-3 тысячи рублей. Все прям? Практически да. 2,5 тысячи рублей, да? Это антикризисное предложение. То есть сейчас на самом деле это очень актуально, да, то есть дать людям народный продукт, доступный продукт. То есть есть в алюминиевом корпусе, вкручивается рукоять, нагрузка на фрикцион, карбоновый пакет, там 12 килограмм. Ну как бы на витрине там 3-3, самая дорогая катушка, Титан называется, она как бы оправдывает свое имя. Даже я биг бейтом погонял на РТШ, не говорю, что ловил, погонял на РТШ, спокойно справилась там. И РТШ еще не тот, да? С Биги Боем, с Биги Боем хорошо справилась. Мы надеемся, он как птица Феникс когда-нибудь возродится, и мы обязательно с тобой погоняем с удочков ртышских. А так катушки достойные, за свои деньги, я думаю, займут хорошее место на полках и будут радовать клиентов. Ну это не точно, да, но ценник, да, если это под все, под 3 тысячи рублей, мне кажется, нормально. Все, спасибо, Вадим. Спасибо большое, ребята. А мы находимся на стенде компании Брелин, Юра Хохлов расскажет нам, какие-то он приманки все в соцсетях рассказывает, показывает Судаков в душе, там рассказывает. Коль, спасибо, что зашел, давно тебя не видел, да, у нас есть вот такая уникальная приманка, называется Хангер, сделана она из прототипа тюльки, ну основной кормовой базы Судака. Камского устья, да, Репутателев, Койбуршевского, да, Камского устья, Кам и Волге отлично вообще работают. Ну, Коль, а вот это вот вообще просто отдельного внимания заслуживает. Это бульдоги, да? Да, бульдоги начали сами делать теперь, они у нас, есть у нас трех размеров, это 450. Мы-то любители вот этих елдометов. Да, ебулдаторы, да, 350 и 250. А где 128 граммов? Вот, вот это, тихо, через стекло не получается. А вот этими, вот эти можно будет даже кидать этими новыми паровками до 120 граммов. Вот, вот, Коль, да, обязательно, обязательно. У Майн Таргета не лучшие вот эти штуки? Да, они что, все-таки уже выпустили, они же мучаются там несколько лет, и все у них не получается. Не знаю. Да, у нас, а у нас получилось. Цена 2,5, 3,3,5 тысяча. А сколько тюлька стоит? Вот эти. Это 1800. 1800 рубля. Вот, все, спасибо, давайте. Давай, Коль, пока. Мы находимся на стенде компании Тритон. Что это за разгрузка такая? То есть к новым веяния какие-то? Да не то, что прям новая, на самом деле уже не первый год есть этот жилет. Вот, разгрузоченный жилет с огромным количеством карманов различных. Сюда еще рыбу можно положить. Да, конечно, рыбу, окунейшую. У всех, да, то есть, ну, под термос. Мне кажется, мормышечникам тоже пригодится. Сюда какой-нибудь черпак, сюда рыбы напихать спортивные. И еще вот прямо готовое решение. Ну и плюс, вот тут еще куча у них всяких костюмов есть. У меня вот жена ходит в Тритоне. Мишаня во всех последних выпусках шарится в Тритоне. И плюс ценники нормальные у Тритона. Ну, сейчас, говорят, подорожало все. Люди жалуются на это. Сереге Уфимцеву привет. Делайте людям скидки по промокоду снасти здрасте. Поехали, да? А мы находимся на стенде компании Naughtyla. Кстати, в прошлом году видели у нас всякие ультралайтовые истории у них. И они выпустили еще нано-ультралайтник какой-то спиннинг, да? Да, да. Напомню, все палки делаем для определенных целей, задач, способов, видов ловли. Конкретно это под мормышинг сделано. Да, конечно. Рассказывай. Ты рассказывай, Соколик. Как конкретно это сделано про мормышинг. Об этом и все здесь говорит. Форм-фактор ручки. От Гамакадзу, конечно, он к нам пришел, но все любят. Тареевский карбон. Короче, можно раскачать правильно любую мормышку. Какой-нибудь мармазут изобразить, либо медленный кач. Вот. И самое интересное, это цена с подобными параметрами. Где-то 5,5 тысяч в розницу будет стоить. Между прочим, с этой палкой мы заняли первое место на этой выставке. Как лучший товар. Поэтому, обратите внимание. 5 тысяч рублей, да? Да, 5 тысяч с небольшим. Москвичи, мне кажется, оценят. Они любят эти мормышки окуньков с плотвичками ловить. Да, до полутора грамм и до двух с половиной тестов. Смотри, какая сикелявка. Это жесткая еще. Это фаст. Вот эта вот вся очередь сейчас... За ней? За ней, да. Вся очередь за ней. Или к нам на фотки. Все, спасибо. Мы находимся на стенде компании Кемпинг. И говорят, у них какие-то новые друзья появились в больших объемах. Да, это так. Это наша новая линейка контейнеров Thermobox. Сделаны они из очень высокотехнологичного материала пенополипропилен. Ну, то есть это не друг или друг новая? Друг это рыболовные ящики. Линейка Thermobox это уже изотермические контейнеры. Либо такой полезный контейнер с собой в поездку для того, чтобы положить продукты. И скирдовать рыбу, например. Скирдовать рыбу обратно. Можно какие-то вещи положить. Вот удобно переносится. Есть ручки, есть тропы для переноски. Большие объемы на большую компанию. Много добычи можно привезти. В общем, контейнер определяет цель поездки. То есть было бы грустно заполнить его наполовину. А какие бывают? 55, 65? 45, 55, 65 и 75 литров. Ну, короче, в этом году я слышал, что по новым нормам на Кольском полстрове можно поймать до 50 килограммов горбуши. То есть, в принципе, вот такой самый большой, наверное, 50 килограмм должен вместить. Да, отличное решение. А цена? Он легкий. Розничная цена будет варьировать в зависимости от объема от 6 до 7,5 тысяч рублей. Спасибо. Все, Мишанин. Нафоткались, отдыхаем. Приходите завтра. Оставайтесь с нами. Извините, а можно вопрос? Скажите, как у вас получилось сделать прикормку за 80? Вот у нас так не получилось. Ну, мы, вообще-то, на Кубани. Житница, да, вот это российское? Зерно в этом году дешевле, чем в прошлом году. Жмых подсолнечника и кукурузный жмых тоже чуть-чуть подешевели. Подешевел газ. Мы пользуемся газом. То есть, это розничная цена, по которой могут люди купить уже и пелец, и прикормки. Значит, от оптовой цены, ну, небольшая наценка. То есть, это прямо в магазинах по такой цене, или это чисто выставочная цена? Нет, это выставочная цена. Конечно же, вот оптовые покупатели, магазинчики, будут продавать наверняка дороже. Даже вот с такой пачкой, по-моему. Да, наша цель, как можно больше, чтобы рыбачков узнало нашу продукцию, и завтра ходили по магазинам, спрашивали. А магазинчики звонили нам, и мы их... Короче, мы не тестировали, но вы можете попробовать. А мы находимся на стенде компании Урсус. Насколько мы знаем, это переводится как медведь. Да, абсолютно. С какого-то языка. С латинского. С латинского. Что у вас такого интересного на стенде есть? Никогда не были? Из новинок. Ну, во-первых, мы, конечно, производим одежду для активного отдыха. Охота, рыбака, туризм. Это мы, да, заметили. Работаем в бюджетном сегменте, ну, и достаточно давно. Компании 25 лет, камуфляжем занимается около 12 лет. Ну, давайте какую-нибудь одну новиночку интересную. Из двух моделей, что можно предложить. Также мы являемся довольно крупными производителями обуви. В сегменте как спецобуви, но у нас есть направление для активного отдыха. Это мы производим «Берцы». Вот прям буквально месяц тому назад запущена новая линейка «Берес Тарантула». Ну, вот вы можете посмотреть. Здесь представляются разные высоты, да, и разного цвета. То есть уже первая партия поступила на схват, уже благополучно продана клиентам, которые ждали поступления. И вот ближайшие месяцы, сейчас вот каждую неделю будет довольно привычный. Это всегда было в связи с обстоятельствами в мире? Нет, «Берцы» мы выпускали и раньше. Вот видите, вот наверху стоит линейка наших обычных традиционных «Берц», которые мы выпускаем уже около шести лет. А вот эту линейку мы запустили, да, ну, конечно, на волне с ВОК, которая сейчас началась. А какое-то преимущество других брендов есть? Там, не знаю, гарантия 50 лет или… Нет, ну, такого, конечно, мы не можем гарантировать. А производите где? В Китае или у нас… Нет, мы являемся российскими производителями. У нас в клину фабрика на 700 тысяч пар обуви. Вот мы поставили новую литьевую машину, на которой мы как раз и запустили вот эту линейку буквально вот в феврале месяце. Короче, поддерживаем отечественного производителя. Да, и вот, да, мы отечественные производители. То есть мы производим одежду, мы производим вот эту всю обувь, которую вы сейчас видите. Все в клину? Обувь в клину, да, производится. Швейка, конечно, не в клину производится, а в чем в ЦФО. У нас довольно много производств, потому что мы еще крупные производители спецодежды. Ну, видите, представленные, да? Спасибо. Пожалуйста. Все российское, короче. Мы находимся на стене компании «Охот Актив». У них есть свои рыболовные бренды, и они сделали подсадчик. Ну, короче, нужная штука – прорезиненный подсадчик под брендом «Кренч». Есть какая-то у него… Плавающая. То есть если вылетает, он плавает. Из-за чего? По плавочек. А вот подрога. Это по плавочек, да, пенка, которая удерживает вот таким вот образом. Вот так вот он плывет. Сколько стоит денег? 3000 рублей. Ты задолбал-то, я не знаю, куда его отсылать. Короче, стоит 3000 рублей. Вот так тебе нормально? Конечно. Еще он вот так вот собирается. И разбирается. Понял, да? Вот это тема. А сколько завтра будет стоить? Завтра столько же, я думаю. Завтра столько же, а послезавтра неизвестно. А послезавтра уже не будет. Да, спасибо. Девочки, здрасте. А можно у вас какую-нибудь новинку интересную рассказать нам? Какой-нибудь костюм модный, молодежный. У нас микрофон импровизированный. Я заметила. Да. А вы для кого снимаете? Ну, у нас маленький канал чуть-чуть. Для себя, для архива. Мы находимся на стенде бренда Росомаха. Фабрика Покров, сделана в Сибири, Красноярск. Правильно? Красноярск. У них есть комбинезон. Кстати, Мишаня недавно спрашивала про комбинезоны. Вот, Росомаха. Да, он подходит и для охоты, и для катания на снегоходах. С высоким бородом. Не шуршит, мембранная ткань не продувает. Все швы проклеены. На охоту можно даже, да? Можно на охоту. Обязательно есть санитарный клапан. Это какать. Чтобы какать, ходить есть клапаны. Если вдруг не слышно. И девочкам, и мальчикам. А сколько стоит? Комбинезон стоит 23 тысячи. 23 тысячи рублей, если вдруг не слышно. А какие показатели мембраны тут есть? Показатель мембраны, он идет 10 тысяч на 5 тысяч. Нет, 8 на 8. А купить можно по кровь точка ру, да? Купить можно по кровь точка ру. Мне кажется, нормальная цена. Для того, чтобы можно было еще и какать в костюме. Спасибо. Мишане понравились гамаки. Смотри, можно... Интересно, такой в палатку повесить и спать в палатке. Можно? Нет? Надо проверять, наверное. А вот от комаров, чтобы не жрали. Мы находимся на стенде компании Армитек. Многие знают, что мы пользуемся этими фонарями уже несколько лет. Даже под водой иногда снимаем. Сейчас нам вот симпатичная девушка в черном даре расскажет про какую-то новую новинку. Новиночки? Да, давайте. Расскажите нам про новинки. Из нашей новинки самый мощный наш, самый новый фонарь из налобных. Это у нас визор C2 Pro Max. Сейчас я вам его включу. У него 4000 люмен, широкий угол света, полный комплект, аккумулятор, зарядное устройство, налобное крепление. Есть, конечно же, в теплом и в белом свете. Такой есть. Да? Точно? Именно такой большой. И такой есть. Да, это у нас по новиночкам. Также у нас в продаже недавно появились магнитные тактики. Они у нас все идут с аккумулятором в комплекте, с магнитным зарядным устройством. Управляются все поворотом головы. По несколько режим. Вот так вот. А, я думаю, своей головы. Нет, ну я могу своей поворотеть, но видите, ничего не меняется. Вот, по новиночкам. Также у нас появились в продаже. Сейчас покажу. Это как бы одна новиночка была. А на рис с цветным анодированием. У нас есть оливковый и песочный цвет. Они у нас на базе наших стандартных. Просто немного другой эксклюзивный цвет. Это у нас, например, наш доберман. Таких у нас нету. Таких у вас нету. Так надо брать. Надо брать, Миша. Смотрите, оливковый и песочный. Ну, короче, это пять новиночек вместо одной были от Дарьи на стенде канадского бренда Армитек. Спасибо. Медленно мы, короче, перешли из второго зала в третий. Есть еще огромный зал техники. Всякие вот квадроциклы, лодки, моторы. Тут дофига всяких разных брендов. Машины, даже автомобили. Ну и, наверное, снегоходы даже есть. Но это не точно. Сейчас быстро пробежимся здесь. Где-то, может, остановимся, а где-то просто мимо пройдем. Какие-то, смотри, вездеходы, Мишань. Смотри. Хотел залезть, но руль заняли. Давай назад сядем. О, какая. Нормально тут, короче. Шестиместный какой-то пердушка, но красивый. Короче, смотри, моторы наши 200 и 300 лошадиных сил. Микацу называется. Хотя Мишаня говорит, что это перекрашенная Ямаха. Но я этого не говорил. Я даже не знаю об этом. Это Мишаня так сказал. Девчонки, как настроение? Прекрасно. А что тут показываете интересную? Мы показываем технику стелс. Снегоходы и квадроциклы. Хорошие? Потрясающие. А можно посидеть? Конечно. Девчонки, разрешили посидеть. С ними рядом. Может, в район? Мишаня, я это уберу. А вы на рыбалку ходите? Нет, у меня папа любит рыбалку. А он, может, наш канал смотрит? С Настей Здрасте. Нет? Он Ютубом не владеет? Ой, жалко. Вот оператор спрашивает, сколько здесь лошадиных сил? Я не знаю. Мишаня, ну что ты? Я отвечаю за красоту. Екатерина отвечает здесь за красоту. Не надо ей дурацких вопросов задавать про технику. Одна уже не стала с нами разговаривать, на дурацкие вопросы отвечать. Спасибо за честный ответ. Мы находимся на стенде компании Marine Rocket. Это фабричные, как говорят, хорошие китайские лодочные моторы. Делаются вроде как на заводе Хидея. Никто с нами говорить не стал. Говорят, говорящих людей просто в компании. Ну, почти не осталось. Буду говорить я за всех. В общем, нашли интересного. Из интересного. Три мотора 9,9. Да, это моторы, которые разрешено ставить на лодке без документов. Но интересно, что они, каждый имеют свою мощность. Да, то есть вот этот 9,9 Lite. Я думаю, что это такое? Они говорят, это примерно Tahatsu 9,8. 9,9 просто. Это примерно пятнашка. Чуть от Yamaha. 9,9 Pro. Ну, типа Professional. Ну, там все дела. Это примерно восемнашка раздушенная. То есть, в принципе, есть три разных мотора. Разного веса. Это около 27, вроде сказали. Это 30 с небольшим. Этот, по-моему, под 40 килограммов. То есть все разрешенные. Все 9,9. Но с разного веса и разной мощности. Ну, и вот тут еще пару красивых моторов. Есть чуть помощнее. Сороковка, шестидесятка нашел. Нашли какую-то странную технику. Большую. Похоже, не знаю, на какого-то Франкенштейна. Стекло очень высоко. Нифига не видно. Бак. Вроде как спереди. Тут вот какая-то зарядка есть еще спереди. А, это ж зад. Подожди, это ж фаркоп вот здесь сзади. Или здесь фаркоп спереди. Выхлопная. Ну, точно это зад, Миша. Она даже работала. На горе есть. Вот, смотри, какие-то кемпинг-домики нашли. Может быть, когда-нибудь до них тоже доберемся. Раковина. Тут какие-то эргономика. Это кухня, как я понимаю. Вот тут что-то снизу есть. А это прямо на машину делают. А, это, ну, к машину. Прицепы для путешествий свободы. Пойдем туда, глянем внутри, что там есть. Ну, тут, в принципе, можно спать. Ну, я боюсь, что я лягу и усну, да? Наверное, пора переходить на уровень комфорта. Не в палатке спать, а вот в таких кемперах. Тут еще приставлены всякие аэролодки. Все никак мы не дойдем до этого вида техники. Вот, аллигатор. Один, наверное, из самых известных. По-моему, иркутская. Вот эта вот пердушка. Вертушка, ездилка по воде, по льду и прочее. Вот у берега нашли интересные дровяные печки. Для отопления в каких-то палатках. Да, они делаются со стеклом, чтобы видно, был огонь. Ну, тебе как у камина. Хотя вот у меня было другого производителя. Через 3-4 рыбалки стекло коптеет. И, соответственно, уже камин перестает быть. Либо надо его просто почистить. Здесь едовой ряд. Здесь мы вчера брали белорусское сало. А сегодня мы туда не пойдем. Мишаи, смотри, какой стенд нашли топовый просто. Если будут вопросы, звоните Толя. Кто-то спрашивал из подписчиков, почему Толя это Анатолий, а Коля не Анаколий. Мы находимся у машины с надписью «Роман Байков, рыбалка с гидом». Что здесь такое происходит? Мы видели ролики, мы куда-то ездили. Роман Байков, производитель, рыбалка с гидом, модель автомобиля. Вот, да шучу. Это Hyundai Grand Star X. Полный привод, дизель, крыша, палатка, вебаста, вся история. Мы эту машину купили в Корее. Она пришла во Владивосток. Вот, собственно, мы прилетели. И на этой машине в течение полутора месяцев ехали до Москвы. Рыбачили в разных местах. Кучу мест посетили. А самое главное открытие – это река Амур и Желтощек. Это отвал башки. Короче, YouTube-канал «Рыбий жир». Ссылку, как обычно, оставлю в описании под видео. Роман Байков, передача «Рыбий жир» на YouTube. Расскажите про эту, про штуку, про реалити-шоу «Стань рыболовным гидом». Пойдем покажу. На минутку у нас денег не хватило. На 15 секунд обещал уложиться. Лодка 4,60, мотор 60-ка, «Паноптикс», «Лорик 9-ка», электромотор, прицеп, полный комплект, лучшая экипировка, топовые снасти. Все это может выиграть любой из вас. Нужно уметь ловить рыбу и принять участие в реалити-шоу «Стань рыболовным гидом». Все подробности на YouTube-канале Роман Байков. А соцсеть «Одноклассники» аккаунт победителя разовьет до сотен тысяч подписчиков. Я не знаю, зачем тогда нужна «Рыбалка с гидом.ру», где гиды могут продвигаться и находить клиентов, когда вот есть такое предложение. Уложился в 15 лет? Вроде да. Спасибо. Короче, на этом наш обзор выставки заканчивается. Ребятишки подошли, попросили попасть в кино. У нас теперь вот детское кино, может быть, когда-то будет. Снасти, здрасте, дети. В общем-то, если вам понравилось наше видео, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Увидимся в новых выпусках. Пока! Пока! Ну, оставайтесь с нами. Ну, да. И вот это тоже.